Доброго всем времени суток, дорогие друзья! Мы, ваш уютолог Анна и профессиональный декоратор Наталья Сивко, приветствуем вас на видеоканале «Территория уюта». Представьте, что некоторое время назад вы с любовью декорировали гостиную, но спустя долгое время этот интерьер уже изрядно надоел и хочется что-то радикально изменить. В данном случае мы имеем гостиную в классическом стиле, но есть намеки, всего лишь намеки этнического, либо даже колониального стиля. И мы с Натальей хотим развить эту тему дальше. Причем основная задача – мы не будем делать ремонт. Мы просто при помощи нескольких акцентов полностью изменим пространство. И менять мебель мы тоже не будем? Конечно, не будем. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Наталья, расскажите, пожалуйста, что у нас здесь получилось? В этом интерьере мы… В нашем интерьере изменилось практически все. А главное – изменился стиль. Был простой, скучный европейский интерьер. Сейчас здесь буйство красок и царствует Восток. А сколько у нас подушек здесь используется? Подушек, я думаю, больше 12. А это допустимо, да, такое количество подушек? Просто я слышала, что в гостиной, на диване нельзя использовать более 6 подушек. В восточном интерьере таких правил не существует. В восточном интерьере чем больше подушек и чего бы то ни было, тем лучше. Перебор во всем. Чтобы было богато. Богато, радостно. Изобилие. Изобилие в блюдах, изобилие в декоре. Вот здесь вот видно – зеленый, красный. Причем не стоит бояться сочетания фуксии и красного, алого. Настроение сразу повышается. Конечно. Это просто, ну, праздник, Восток. Гульство фантазий. Мы даже шторы оставили прежними. Единственное, добавили некоторые акценты. Правда, Наталья? Да. Мы добавили нитяные шторы, родина которых Индия. Их использовали как антимоскитные сетки. Вешали на входе в дома. Здесь нити украшены еще такими чудесными бусинами. Видите, как они чудесно переливаются. Бусины – это тоже часть восточного декора. Просто вот к имеющимся шторам мы прикрепили сверху нитяные шторы. Полностью изменилась атмосфера и даже цвет штор. Не пришлось практически ничего менять в этом доме. Просто немного добавляй. Наталья, расскажите, пожалуйста, детально, что у нас здесь происходит. Вот для чего у нас, например, здесь перья. Это павлини и перья на Востоке. Это символ счастья. Существует традиция ставить павлини и перья по дому, потому что они приносят удачу, изобилие и много детей. Да, действительно. Это замечательно. Очень полезно ставить в тон и павлини и перья. А это кубки или вазы? Что это у нас? Это подсвечники в форме кубка. А, это подсвечники. Да, они сделаны турецкой мозаикой. А, мозаик является турецкой. Да, но во времена шелкового пути мозаичная техника в изготовлении ваз распространилась по всему Востоку. Это можно встретить в Индии, во всех странах. А это действительно сделано из битого стекла, да? Это зеркала, стекло, и внизу подложено золото. То есть это сусальное золото, и оно просвечивается через прозрачные стекла. А когда свеча горит, то видно, что оно придет? Конечно, тут есть свечение, и в этом есть определенный мистический эффект. Все светится и переливается. Я смотрю, у нас везде камни находятся, да? На вот этой потрясающей шкатулке тоже камни. И на рамке у нас камни. Какая тяжелая, из чего она сделана? Это палисандр. Такой сорт дерева. Резьба инкрустирована полудрагоценными камнями, которые в изобилии встречаются в Индии и во всех восточных странах. Здесь вот как раз четкий орнаментальный ритм. Я вижу, у нас здесь есть слон с поднятым хоботом. Это же у нас благополучие в дом приносит, правильно? Слон, помимо того, что у него поднят хобот, и вообще эта элегантная, красивая вещь, очень играет большую роль в оформлении декора помещения. Почему? Статуи животных всегда полезны, всегда оживляют интерьер, очень содержат эмоциональный смысл. Ну да, и энергетику они несут позитивную, правильно? Практично, теплую и энергетику. Но главное, чтобы хобот был поднят, ни в коем случае вниз. Вы, конечно же, Анна, как специалист фуншую, знаете такие вещи. Какая потрясающая шкатулка. Мне кажется, у каждого в доме должна быть такая. У каждой женщины, конечно же, должна быть шкатулка. И у мужчины тоже. Для того, чтобы делать подарки своей любимой женщине. Присутствует прием, другой прием декора. Если обычно присутствует четкий ритм в орнаменте, то здесь абсолютно хаотичный ритм. Ощущение, что просто взяли и набросили сверху ко мне. Мне кажется, в такой шкатулке должно лежать золото. Золото хорошо, но можно положить еще какой-нибудь предмет полезный. Можно поставить шкатулку на обеденный стол, пригласить друга и положить ему туда маленький сюрп. Можно хранить наперстки и швельные иголки. Можно положить свечки, и всегда они будут под рукой. Свечки или милые сердцу мелочи. Всегда найдется, что хранить там. Пулавочки можно хранить. Хорошая функциональная вещь, красивая. Как жалко, что телевидение не передает запахов. У нас царит такой прекрасный запах благовония, правда? Да, чудесный аромат действительно не передает камеры. К счастью, Восток бесконечная тема. Мы показали только небольшую часть того, что можно сделать в восточном этническом стиле. А что можно еще сделать? Я думаю, в следующий раз мы встретимся и устроим красивую кальянную зону. Позовем друзей и будем веселиться, курить кальян. Хорошо, спасибо, Наталья. Итак, наша гостиная выглядит абсолютно по-новому. Как вы видите, мы не делали ремонт, не меняли мебель. Оказывается, нужна всего лишь дюжина предметов декора для того, чтобы ваше личное пространство преобразилось. И здесь появилась новая вдохновляющая атмосфера. С вами была ваш уютолог Анна. Спасибо, Наталье, за помощь. Пусть в вашем гостеприимном доме всегда царит гармония, благополучие и уют. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!